Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, мы продолжаем наш небольшой цикл лекций, посвященных истории Вселенских Соборов, организованный совместно порталом «Экзегет» и редакцией православного календаря «От Пасхи до Пасхи». И сегодня мы с вами поговорим о четвертом Вселенском Соборе. Соборе, который был весьма представителен по своему составу, который является одним из важнейших соборов даже среди череды Вселенских. Этот собор был созван в связи с появлением новой ереси, такому антиподу нестарианства. Если патриарх Нестории учил о том, что Христос имеет отдельную человеческую ипостась, то последователи новой ереси, названной монофизитством, то есть монофисис, одна природа, учили о том, что в Господе Иисусе Христе одна ипостась, но и одна природа, сложная богочеловеческая природа. По их мнению, человеческая природа Христа растворилась в божественной, как капля в океане. И вследствие того, что они учили об одной природе, эта ереси была названа монофизитской. Наиболее радикальным представителем этой ереси был Константинопольский пресвитер Евтихий, который в своих проповедях и в своих трудах развивал это учение. Это стало известно архиепископу-патриарху Константинопольскому Флавиану, который созвал собор в 448 году, и на этот собор был призван архимандрит Евтихий. Евтихий, однако, далеко не сразу пришел на этот собор, он отказывался под различными предлогами, то он говорил, что он дал обет за творничество, то оправдывался болезнью, но он это делал для того, чтобы заручиться поддержкой монахов столичных монастырей и самого императора. Наконец, Евтихий пришел на заседание собора, но пришел не один, а с многочисленной свитой. Это были монахи, чиновники императора. Отвечая на вопросы о соединении природы во Христе, Евтихий отказался признавать две природы после воплощения Господа Иисуса Христа. Святитель Флавиан Константинопольский призывал Евтихия покаяться и признать православное учение, однако тот решительно отказался. Тогда он был анафематством, но Евтихий не успокоился. Он апеллировал к святому Льву, папе Римскому, однако святой Лев одобрил осуждение Евтихии, ознакомившись с актами собора, и отправил послание Томас с изложением православного учения о воплощении Господа Иисуса Христа к святителю Флавиану. Вот этот документ, Томас святого папы Льва, впоследствии сыграет большую роль на Четвертом Вселенском Соборе. Тогда Евтихий подает жалобу на святителя Флавиана, уже императору, обвинив Флавиана в фальсификациях на соборе. И император, тот же самый Феодосий II, который созывал Третий Вселенский Собор, он повелевает созывать Новый Вселенский Собор для решения вот этой новой проблемы церковной, но так же, как и ранее, когда он созывал Третий Вселенский Собор, практически полностью отказывается от его организации и предоставляет организацию этого собора самим архиереям. В августе 449 года в Эфесе созывается Вселенский Собор для пересмотра дела Евтихия. Председателем этого собора становится преемник святителя Кирилла Александрийского Диаскор. Однако, в отличие от святителя Кирилла, который был безупречно православен, Диаскор разделял учение Евтихия об одной природе. И ссылался он на одну из формул, употребляемых святителем Кириллом «Одна природа Бога Слова Площенного». Эту формулу святитель Кирилл нашел в трудах, как он думал, великих святителей 4 века, но на самом деле это были труды еретика Аполлинария Ладикийского, которые были подписаны именами этих великих святителей Афанасия и Василия Великих. Поэтому эта формула, хотя она понималась православно святителем Кириллом, но тем не менее она могла привести, если ее понимать буквально, и к иным толкованиям. Ну вот, собственно, Диаскор, опираясь на эту формулу, вывел учение о том, что во Христе на самом деле одна природа, что, конечно же, не разделял святитель Кирилл, но тем не менее Диаскор ссылался на святителя Кирилла и называл себя его последователем. Здесь была такая проблема. И место собора, и председатель собора был, ну, место опять Ефес, председатель, предстоятель Александрийской церкви, то есть все было похоже, видимо. Но, по сути, этот собор оказался еретическим и был назван впоследствии разбойничим за действия его председателя и сторонников Диаскора. Впоследствии на Четвертом Вселенском соборе участники разбойничьего собора оправдывали свои действия, а на этом соборе был осужден святитель Флавиан и оправдан Евтихий тем, что были запуганы вооруженными монахами и церковнослужителями, прибывшими из Египта вместе с архиепископом Александрийским Диаскором. Ну, действительно, Диаскор захватил с собой на этот собор множество церковнослужителей, которые были вооружены дубинами даже, и угрожали участникам собора физической расправой. Однако на Четвертом Вселенском соборе сам ересиарх Диаскор с насмешкой указал им на то, что их убеждения оказались столь нетвердыми, что они, так сказать, испугались вот этого насилия. Где же ваша вера, где же ваша стойкость? Обращался к ним Диаскор. Отчасти он был прав. В актах разбойничьего собора стоят подписи практически всех восточных епископов, которые в нем участвовали. Но все-таки были члены собора, которые отказались подписать его определение, определение разбойничьего собора. И прежде всего это легат римского папы, диакон Иларий. Когда Диаскор на этом разбойничьем соборе зачитал его постановление, то есть осуждение свидетелей Флавианы, оправдание Евтихия, Иларий громко воскликнул «контрадиктур», то есть в переводе с латыни «прочистую». И за это тут же подвергся нападению со стороны приверженцев Диаскора. Он был избит, едва спасся, кружными путями прибыл в Рим, рассказал святому Льву всю правду о разбойничьем соборе, потому что сам Диаскор, конечно же, исказил то, что происходило на соборе в своих посланиях. И вот это свидетельство диакона Илария стало основанием для святого Льва требовать пересмотра решений данного собора. Святитель Лев потребовал созвать новый Вселенский собор уже в Италии для пересмотра решений разбойничьего собора. Но ситуация изменилась уже в Константинополе, а именно император Феодосий скоропостижно скончался, и власть приняла святая Пульхерия, которая вступила в брак с Маркианом, и они вместе решили созвать Вселенский собор все-таки на востоке империи и организовать его подобающим образом, в отличие от Феодосия. Первоначально Четвертый Вселенский собор планировалось открыть в городе Никея, по примеру Первого Вселенского собора. Однако, когда епископы по повелению императора Маркиана собрались в Никее, оказалось, что царь не может прибыть к ним, так как он был занят очень важными делами в столице. Маркиан, помянуя о том, что его обязанность организовывать Вселенские соборы должным образом и не желая отсрачивать созыв собора, переносит его в город Калкидон. Калкидон был расположен вблизи Константинополя, и таким образом император мог контролировать организацию собора, находясь недалеко в столице, и при необходимости приезжать в Калкидон. «Поспешите прибыть в Калкидон», писал он отцам собора, «дабы через вашу медлительность не имело замедления открытия истины». Заседания собора проходили в храме святой мученицы Ефимии. Этот храм был построен на возвышенности, на расстоянии чуть больше километра от Босфора. Со стороны храма открывался великолепный вид на равнину полей, зеленеющую травами и украшенную разнообразными деревьями. Приятно возносились своими вершинами лесистые, скалистые горы, море с шумящими и бурно взымающими волнами, и, наконец, открывался прекрасный вид на саму столицу христианской империи. На собор съехались 630 архиереев. Весьма и весьма представительное собрание. А представителями императора Маркиана чиновниками на соборе было 18 военных и гражданских сановников, которые плотно занимались процедурными и протокольными вопросами. Итак, собор открылся, в центре сели представители императора, занимающие его место как председателя собора. Слева от сановника расположились легаты Святого Льва, Папы Римского, епископы Пасхазин и Луценций и Брисвитер Бонифаций, а также архиепископ Анатолий Констинопольский, епископ Максим Антиохийский и другие архиереи. Справа же от представителя императора располагались их противники, сторонники Евтихия. Это в первую очередь архиепископ Диаскор Александрийский, архиепископ Ювеналий Иерусалимский, епископ Квинтил Иераклийский с епископами Египта, Палестина и Иллирика. Собор открылся 8 октября 451 года. После того, как свои места заняли епископы и их представители, председательствующие, вперед выступили легаты римского Папы с жестким требованием изгнать с собора Александрийского архиепископа Диаскора и поставив ультиматум, что либо здесь остается Диаскор, либо мы, грозя покинуть собор. Но представители императора и чиновники проигнорировали этот ультиматум и спокойно спросили у римских легатов. Здесь у нас соборное разбирательство, поэтому вы скажите, какая, собственно, вина возводится на Диаскора почтеннейшего епископа. Легаты ответили, что он дерзнулся звать собор, имеется в виду разбойничий собор 44-49 года, без авторитета апостольского престола. Но представители императора сказали, что это не является обвинением и недостаточно для того, чтобы открыть суд над Диаскором. В чем, собственно, он виноват-то? Опять вопросили они легатов. Ну, здесь легаты уже замялись. Но тогда на центр соборной залы вышел епископ Дорелейский Евсевий и обвинил Диаскору уже в том, что он неправедно осудил святителя Флавиана, который к тому времени уже скончался, ну и, собственно, его самого, потому что он тоже был осужден на соборе 449 года. Но это обвинение, конечно, было принято со стороны представителя императора и Диаскор уже перешел статус обвиняемого. И так началось разбирательство и в ходе этого разбирательства было сразу выяснено то, что на соборе 449 года было употреблено насилие. со стороны его организаторов, со стороны Диаскора и других председателей этого собора, а именно Ювеналя Иерусалимского, Фаласия Кисарисского, Евсея Вянкирского, Евставия Берицкого и Василия Селевкиского. Ну, например, епископ Феодор Клавиопольский свидетельствовал о том, что организаторы собора, дабы устрашить нас, восклицали «На двое рассеките признающих два естества, признающих двойство умертвите, выбросите». И каждый опасался, чтобы ему, во-первых, и отлученному, как еретику, не погубить тех, которых он крестил. Опасность была, как говорил Владыка Феодор, не только для него одного, для крещенных им, уверовавших во Христа. И Диаскор и Ювеналий, говорил он, принесли нам неписанную бумагу, имея с собой множество невежественных людей. То есть, подписать предлагали им просто чистые листы, для того, чтобы вписать туда, в общем-то, свое юридическое определение. Всех нас было 135, 42-м они приказали молчать, остальное число составлял Диаскор, Ювеналий, мятежное сборище. Оставалось нас 15 человек. Что мы могли сделать? Вопрошали запуганные архиереи. Когда эти свидетельства были рассмотрены, то представители императора постановили, что данный собор, то есть, собор разбойничий, был созван, организован и проведен совершенно неправильно, насильственным образом, и, соответственно, изложение святителя Флариана, епископа Евсевия, было неверно, неправильно, беззаконно, им даже не дали слова на этом соборе. Поэтому, по их мнению, необходимо подвергнуть тому же наказанию имеющих власть тогда и председатель на соборе шестерых архиереев, то есть, тех, кто этот собор организовал и председательствовал на нем во главе с диаскором. И отцы собора, естественно, это поддержали. Но все-таки между диаскором и другими архиереями, которые организовали этот собор, была существенная разница в их взглядах, в их вере. И вот, если диаскор был таким убежденным еретиком, то другие архиереи, приседательщики на этом соборе, они просто не разобрались в этой ситуации, собор был плохо организован, там не было ни прений, ничего, в общем-то, они действительно не разобрались должным образом. И когда на соборе уже стали разбирать монофизистское учение, собственно, и доводы диаскора, то святитель Ювеналий Иерусалимский, он встал и перешел на противоположную сторону, тем самым отказавшись от поддержки еретических мнений диаскора и полностью разделяя православное учение. Поэтому отцы собора обратились к императору, говоря ему, что все-таки есть разница, и так как вот эти организаторы собора покаялись в своих лжеучениях, то мы просим все-таки оставить им сан и вернуть их на собор в качестве полноправных членов. Ну и император с этим согласился. Более того, на соборе был оправдан и епископ Феодорит Кирский, который тоже был под сильным подозрением в нестырианстве уже. Не в монофизисте, а в нестырианстве. Сначала отцы собора потребовали, чтобы он анафимастовал нестория, но Феодорит отказался это сделать, пока отцы не выслушают его богословскую позицию. Но тогда начались крики «Еретик! Анафима еретику! Вон Феодорита!» И Феодорит наверное испугался или как-то он решил, что лучше все-таки анафимастовать сразу. История, он это сделал, и в общем-то была правда. Но как мы увидим впоследствии труды Феодорита Кирского были далеко-далеко не безупречны, и для того, чтобы вопрос с этими трудами решить, понадобился созыв еще одного собора Вселенского. То есть здесь проблема была серьезнее. Также собор оправдал и другого последователя Нестория, епископа Иву Эдесского. Но в его трудах тоже были Несторианские мысли, и опять же на другом Вселенском соборе понадобилось подробное рассмотрение этих трудов, чтобы все-таки они были тоже оценены должным образом и осуждены либо оправданы. Ну, как мы увидим впоследствии, они были осуждены. Ну и наконец на соборе состоялся окончательный суд над Диаскором. То есть с одной стороны он был осужден просто потому, что вот так вот себя неправедно вел на соборе разбойничем, а с другой стороны был суд над ним как над еретиком. Отцы собора отправляли к Диаскору посольство с приглашением явиться. Он под различные предлогмы отклонял это приглашение. Ну, еще раз повторяю, он уже был изгнан с собора и лишен цана как председатель разбойничьего собора. Но здесь готовы были за него ходатайствовать перед императором, но в том случае, если он исполит православную веру. Ну, наконец, Диаскор явился на собор и сказал, что я не отказываюсь от своего учения, я не таков, как вот эти колеблющиеся архиереи, которые вот на разбойничьем соборе подписывали одно, а теперь подписывают другое. Я буду стоять до конца, я вас не боюсь. Ну, и понятно, что отцы собора уже окончательно осудили его, анафематствовали и уже ни о каком ходатайстве перед императором не могло быть и речи. Наоборот, отцы собора предложили императору лишить окончательно Диаскора сана и сослать его. Но на этом повестка собора, конечно же, не была исчерпана. Почему? Конечно же, потому что еще необходимо было выработать орос собора, то, что не сделал Третий Вселенский Собор, должен был сделать Четвертый Вселенский Собор. Но отцы собора не желали этот орос вырабатывать. Ну, по разным причинам. Они говорили, что давайте ограничимся тем же, что сделал Третий Вселенский Собор. А именно скажем, что давайте исповедовать никейскую веру и не отклоняться от никейского символа веры. Но император жестко потребовал от отцов собора точного вероизложения. Тогда было решено зачитать уже существующие вероизложения Святоотеческие Писания, Томас, Папа и Льва. В конечном итоге было зачитано составленное под руководством Косновского патриарха определение веры. собора. Но в этом определении было выражение из двух природ. Это выражение разделял и диаскор. Таким образом вероопределение составленное Косновским патриархом можно было истолковать в монофизитском духе. Легаты Папы выразили протест. Между отцами не было согласия. Дело опять передали императору. император поставил отца мультиматум. Или они вырабатывают безугаризненное постановление веры, или он распускает собор и созывает его на западе. Но эти угрозы были напрасны. Отцы кричали противоречащие нестариане, противоречащий путь уходит в Рим, долой нестариан и так далее. Тогда представители императора обратились к отцам собора с вопросом. Кому они следуют? Диаскору или все-таки святому льву? Раздались голоса «Диаскор еретик! Вон диаскора! Вера святителя льва! Это вера апостольская!» Ну, другими словами, отцы собора, конечно же, поддержали святого льва. Но тогда представители императора обратились к отцам собора со следующим утверждением. Как же так? Диаскор принимает из двух естеств, а святой льв говорит, что во Христе два естества, соединенные неслитно неизменно, в одном единородном сыне спасителей нашим. Кому же следовать? Отцы собора воскликнули, конечно, святому льву. Ну, тогда представители императора резонно заключили. Ну, а в чем тогда проблема? Давайте и вырубать это определение. Становники просто предложили прибавить к новому определению слова, что во Христе два естества соединены неслитно, неизменно, нераздельно и неслитно. И образовалась комиссия из видных отцов собора, которая удалилась в часовню храма святой мученицы Ефимии и за пару часов составили изложение веры, новое изложение веры, которое было принято с торжествующим восклицанием. Это вера апостолов, с ней все мы согласны, все так мудрствуем. Что же это было за знаменитое определение халкидонский орос, один из самых значительнейших документов истории вселенских соборов? Последуя святым отцам, все единодушно поучаем исповедовать одного и того же сына Господа нашего Иисуса Христа, совершенного в божестве и совершенного в человечестве, истинного Бога, истинного человека, того же из души разумно и из тела, единосущного отцу по божеству и того же единосущного нам по человечеству, во всем подобного нам, кроме греха, рожденного прежде веков ради нас и ради нашего спасения от Марии Девы, Богородицы по человечеству, одного и того же Христа, Сына Господа Ненародного, в двух естествах, не из двух естеств, а в двух естествах, не слитно, неизменно, нераздельно, неразлучно познаваемо. Здесь не слитно и неизменно направлено против ереси монофизитства, а нераздельно и неразлучно против ереси нестырианства, то есть не слитно, что две природы не сливаются в одну и нераздельно не разделяются на две ипостаси. Так что соединением нисколько не нарушается различие двух естеств, но тем более сохраняются свойства каждого естества и соединяются в одно лицо и одну ипостась. Не на два лица рассекаемого или разделяемого, но одного и того же Сына Единородного Бога, Слова Господа Иисуса Христа, как в древности оно им учили пророки, и как сам Господь Иисус Христос научил нас, и как предал нам символ отцов. Заседание 4-го Вселенского Собора, как я уже говорил, проходили в храме святой мученицы Ефимии. В этом храме почивали и самые мощи святой. Это исповедание веры было положено в раку с мощами великомученицы Ефимии. И вместе с этим исповеданием было положено и монофизитское исповедание. И вот, когда раку открыли на четвертый день, увидели, что свиток монофизитов лежит в ногах святой, а свиток православных находится в руках святой Ефимии, потому что ее мощи были полностью нетленны, и на глазах всех присутствующих святая Ефимия подняла руку с этим свитком и передала этот свиток патриарху Анатолию. Это чудо отмечено у нас в православном календаре. Кроме исповедания замечательного веры, 4-й Вселенский Собор издал и несколько правил. 30 правил, из которых наиболее известные, наиболее знаменитые. 28 правило, которое связано с именем святителя Анатолия, патриарха Константинопольского. Этим правилом Константинопольский патриарх наделяется полномочиями поставлять митрополитов Понта, Осии и Фракии, ибо град, получивший честь быть градом царя и синклита, имеющий равные преимущества с ветхим царственным Римом, и в церковных делах возвеличен будет подобно тому, и будет второй по нем. То есть, мы видим, что это значение Константинопольской кафедры обусловлено политическим ее значением. Не апостольским, а именно политическим. То, что она является столицей империи, то, что император находится в Константинополе. Это очень важно. И из этого правила следует, что все притязания Константинопольского патриарха на первенство, они основаны только на политическом положении Константинополя. И когда это политическое положение закончилось, то, в общем-то, и притязания все тоже, естественно, закончились. Никаких, собственно, церковных причин для первенства Константинополя не существует. Ну, два слова скажу еще и об источниках Четвертого Вселенского собора. В отличие от древних соборов Первого и Второго собора, Деяния Четвертого собора полностью сохранились, причем в двух вариантах, на латыни и на греческом языке. И хотя самый древний, первоначальный греческий текст Деяний до нас все-таки не дошел, но, тем не менее, те древнейшие рукописи греческого и латинского текста Деяний, они, в общем-то, современные этой эпохи и были сделаны непосредственно после собора. Никто из исследователей современных даже не подвергает и сомнению то, что данные деяния действительно аутентичны. Ну и, наконец, два слова по поводу рецепции решений Четвертого Вселенского собора. Несмотря на то, что этот собор был весьма и весьма представителен, все-таки не все архиереи в нем участвовали. В частности, не участвовали в нем представители Армении. И это сыграло такую грустную роль в том, что Армянская церковь с этого времени откололась от Вселенского православия, не признала орос и деяния Четвертого Вселенского собора и стала монофизитской, ну и до сих пор пребывает в монофизитстве. Кроме того, монофизитство было распространено в Сирии стараниями Севера Антиохийского и в Египте. Ну, понятно, Египет был вотчиной Диоскора. Там большинство населения поддерживало монофизитцев. И вообще монофизитство еще долго сотрясала церковь, мимикрировало в новой ереси, например, в ересь монофизитства. Но обо всем этом речь пойдет уже в следующий раз. Спасибо за внимание, дорогие друзья. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо. 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 Спасибо.